Представители знака Зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте! Тару прогноз, Тару расклад. Лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Допустим, альтернативные варианты развития событий в нашей жизни. Жизнь не бывает полностью предсказуемо важна. В наш турбулентный период перед собой не ставить каких-то табу. И летний период будет обусловлен планетарно, переходом Юпитера в знак Зодиака Близнецы. Это происходит в самом конце весны, 25 мая. И уже в начале лета мы будем склонны к изучению новых знаний, к более открытому общению. Для вас это очень важно. Легкости на подъем, энергии Юпитера в Близнецах стимулируют интеллект, делает нас более открытыми к этому общению, к новым знакомствам, к вдохновению. Среди вас много людей, которые занимаются творчеством. И вот это вдохновение, творческое, какое-то особенное, это будет означать, может быть, вы создадите какой-то шедевр. Кто чем занимается? Кто-то пишет книги, музыку, пишет картины. Или, может быть, это в вашей сфере деятельности вы что-то будете делать по-новому, креативить, мои дорогие весы, и вы прочувствуете энергию Юпитера в Близнецах как-то по-особенному. Это волшебный транзит обещает период возможностей расширить горизонты своей собственной жизни, изменить качество жизни в принципе. Давайте мы узнаем. У нас сегодня две колоды. Первая колода Таро Ангелов. Очень люблю эту колоду. И мы достанем три карты. Они будут означать летний период по месяцам. И первое, июнь, энергетика июня. Может быть, сфера вашей жизни, которая наиболее активно будет проигрываться. Итак, июнь 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Июль 2024 года. Как изменится ваша жизнь? И в августе. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие весы? Раскроем эти карты на второй колоде Золоченого Таро Таро. По сферам жизни посмотрим, какие энергии. И первое, дела, работа, бизнес. К чему у нас карты больше склоняют? Или какую информацию нам дадут? Деньги. Денежная энергия. Личная жизнь для вас, мои дорогие весы. И позже мы достанем еще три карты. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? Что в плюс? И карту неожиданности. Итак, июнь для вас. Вот здравствуйте называется. Вы знаете, нет ничего невозможного. Но, наверное, с этого не случайно начинается для вас летний период, когда, правда, Юпитер в Близнецах вас словно подталкивают не ставить перед собой табу. Это карта наших внутренних сомнений, когда реальность другая, а мы огораживаемся от мира, от возможностей. Потому что по этой карте есть какая-то путаница. Причем эту путаницу мы создаем сами. Может быть, мы долго не решаемся к чему-то приступить. Или мы сомневаемся в каких-то отношениях. Или мы сомневаемся, что удастся какой-то проект, нечего сомневаться. Вот этот холод, он чересчур от загруженности нашей ментальности, буквально нашего сознания. Нет здесь того, чтобы нам конкретно мешало. А вот эта неуверенность, которая по этой карте, посмотрите, человек нам изображен среди снегов, в холоде. И хотя солнце уже на восходе, но мы можем чувствовать неуверенность. И вот эта неуверенность, которая продолжается именно, она выстраивается вот этим забором, который только визуальный забор, мечи. Это не есть какие-то препятствия. Но это та, повторюсь, путаница, которую мы где-то из-за ненужных мыслей, глубокой философии себе можем создать. И карта говорит, свобода духа, свобода воли. Вот что нас движет вперед. Вот для вас будет очень важно не застрять в мыслях, не обдумывать что-то чересчур долго. Вот какая-то конкретика, может быть, динамика жизни, то, что происходит вокруг вас в моменте здесь и сейчас, в июне, для вас наиболее важна. Что для вас июль? Король воздуха, и это где-то ваша карта, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Вообще, это карта самореализации, причем достаточно в таком глобальном уровне. Именно в этой колоде карт нам показан эксперт. Это респектабельность сама по себе проходит по этой карте. Это возможности, это уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне, когда я рационально вижу, что происходит сейчас. Я точно знаю, куда мне приложить свои усилия. И в последующем происходит вот эта самореализация. Вообще, это карта уверенного человека. И те возможности, которые не эфемерны, а которые у вас есть на данный момент, что-то вы будете конкретизировать в июле месяце. Для кого-то это может, конечно, означать, что придется оформить документы, какие-то соглашения, уделить внимание, ну, может быть, юридическим вопросом разузнать либо о себе что-то, либо обратиться к юристам, к адвокатам. Если вы в теме юриспруденции не очень сильны, будут согласования. У кого-то это может быть, как предыдущий период июня, вам нужно принять важное решение. И даже если есть сомнения, не сомневайтесь, меньше ненужных мыслей, потому что на кону ваше благополучие. Вы можете сделать своеобразный квантовый скачок самореализации, или в личной жизни оформить отношения какие-то, или разобраться с чем-то. По этой карте вы можете, безусловно, обращаться к врачам, или проходить какое-то обследование. По этой карте вы можете столкнуться с людьми, наделенными властью. Может быть, вам придется, или вы даже захотите, будете это инициировать. Я хочу изменить круг, в принципе, общения. Другие люди. И это тоже у нас проигрывается. Вот такая разноплановая трактовка карты, но объединяет одно – рационализм, логика. И нет какой-то закрытости. Энергия возможностей – это как Юпитер в близнецах. Тут то, что стояло на паузе долгий период времени, для вас будет определено в июле. По крайней мере, для многих из вас. Потому что вы сами будете склонны к этому. Давайте посмотрим, правда, тут избавление от боли, избавление от страданий. Это карта возрождения. И, возможно, какой-то прежний период был достаточно сложный. Это 20-й старший аркан. И вот теперь это не имеет значения. Отпускай, видимо, уже с самого начала июня те ситуации, которые тебя прежде разрушали. Не думай, освободись от тех тяжелых мыслей, которые тебя удерживали, не давали возможности идти вперед. Вот это вдохновение и расширение собственных горизонтов вы будете очень активно чувствовать в течение летнего периода. И карта говорит, вдохновись, может быть, и если ты прежде думал или хотел, хотела совершить переезд, у тебя все получится. Здесь новые обстоятельства дел, новые возможности, как сами по себе, открывают перед вами новые горизонты жизни. По этой карте нет ничего, чтобы вас тянуло назад. Вы с чем-то разбираетесь уже в июле. И как, знаете, перезагрузка. Да, 20-й аркан может говорить, что я ощущаю себя как на пороге перемен. Но это как свежее дыхание, новый вкус свободы, вдохновения, творчества, возможностей, умения и желания видеть мир, общения больше. Когда нет какого-то груза, забот, который нас все время тянет назад, прежний сложный период, уже не давляет над вами. Давайте посмотрим, раскроем, что же нам расскажут по сферам жизни, дела, работы, бизнес. Правда, вот такая метаморфоза может у вас произойти. Все то, что я говорила до этого. Благодаря тому, что вы выходите из какого-то как места ограничений или из тех сложных мыслей, которые вы себе создали. Карта девятка кубков – это, с одной стороны, продолжение следует, какие-то перемены сами по себе на пороге. Но это благополучие, денежный достаток, решение многих вопросов со знаком «плюс». И нам показан хозяин таверны, который поднимает кубок за здравие свое и посетителей. Значит, для людей творческих признание ваших проектов и вас самих, интерес к вашему творчеству. Вы можете стать популярными, кстати, мои дорогие весы. У кого-то это будет проигрываться с июля месяца, если вы медийный человек. Рост ваших возможностей и внимание к вашей персоне. И вы прочувствуете это уже на каком-то совершенно ином уровне. То есть это не есть какие-то мои грезы, планы, а в вашу жизнь приходит конкретика с новыми возможностями и горизонтами. И вот эта реализация, она у вас будет осуществлена, ну, как минимум в одном направлении. И значит, подытожим, документы какие-то вы хотите оформить или через банки, или согласование с высокими чиновниками. У кого-то переезд, у кого-то смена работы. Но, в общем, на все дела положительное направление в течение лета. Что деньги? Хотя по этой карте про деньги нам тоже уже где-то сказали. Кто знает новые способы заработка? Тройка жезлов всегда говорит о том, что как раз сам по себе горизонт. И у нас изображен корабль, один из символов Меркурия, который открывает новые перспективы. Это сами по себе перспективы. И самое главное, человек изображен. Он повернулся спиной к прошлому. Он уже не оглядывается. И вот это 20-й старший аркан. Он пусть выпал на август, но кто-то из вас это может как раз прочувствовать еще в июне. Потому что мне надоело. Ну, что в моей жизни ничего не меняется. Вам захочется перемен новых берегов, нового вдохновения. Для кого-то по тройке жезлов эта карта говорит о том, что прежний период жизни, да, какой-то этап жизненный вы завершили. И теперь перед вами совершенно что-то новое предстоит осуществить. Может быть, это касается сферы, изменения сферы вашей деятельности, нового дохода. Что-то вы будете изучать. Каким образом к вам приходит, может быть, как дополнительный доход. Или иногда по этой карте все же корабль. Если мы говорим о Меркурии, это у нас бог торговли. Еще одновременно много направлений по Меркурию. И если для кого-то интересно, например, создать интернет-магазин. Или расширить собственные возможности, если у вас свой бизнес, ремесло. Или, опять же, творчество. Посредством интернет о себе заявить. Ну, рост вашей популярности. И, видимо, с тем, что вы скреативите, создадите. Или себя попробуете в новом деле. Или начнете что-то новое изучать. Самое главное, не создать себе барьеров. И не притягивать что-то, ну, то, что пытается от вас оттолкнуться, уйти. Тут что-то завершается, понимаете. И нам ведь говорит карта по 20-му аркану. Не удерживай ничего. То, что завершится, должно завершиться в вашей жизни. Оно, несомненно, уйдет. И если мы искусственно создаем, ну, как своеобразное утяжеление. Пытаясь держаться за какую-то прежнюю историю. А она все никак не складывалась в долгий период времени. И вас, возможно, где-то разрушала. Или была причиной вот этих грустных мыслей. Отпусти. У тебя на пороге совершенно новые возможности. В том числе, где-то и по финансам. Личная жизнь. Нечего добавить для всех. Хотела три карты. Для тех, кто в паре. Для тех, кто в сложных отношениях. Или один, или одна. Ничего не буду доставать. Потому что десятка кубков. Все зависит от вас. Верхний ряд карт об этом говорит. Мы можем. Очень долго. И кто-то из вас. Вот посмотрите на эти карты. Прочувствуйте каждую из них в отдельности. Все начинается с наших табу. И если мы не нивелируем вот эти ограничения в собственной душе. В собственном сознании. Мы можем так и застрять в грустных мыслях. Но если мы рационально увидим, что же есть на самом деле. И если где-то нам, может быть, до чертиков надоела какая-то прежняя история. И мы захотим ее завершить. Потому что хочется новых берегов. То тогда счастье, благополучие, взаимопонимание приходит в вашу жизнь. И даже если вы один или одна. Это может быть знакомство новое. Может быть, с человеком, с которым вы будете на одной волне. Или построение отношений новых, по-новому. Может быть, в прежней уже сложившейся истории, когда это была дружба. А были еще недоговоренности. Или были сомнения. То здесь проговорить на чистоту, откровенно. То, что вас мучило, будет правильной, нежели застрять вот в такой пассивной позиции. Пассивная позиция. Вот с ней надо проститься. Вот этот холод. Ну и судьба вам помогает. Это да. Но все же навстречу судьбе стоит выйти вот из этого холода. Потому что на пороге, посмотрите, какие у вас карты. Тут что-то можно реализовать. Не то, что из разряда, ну, я бы хотел. Или, а может быть, это получится. Нет. От ваших конкретных действий будет какая-то история. Если вы просто ждете, то карты тоже говорят, ты ничего не дождешься. Ты так и застрянешь вот в этой восьмерке мечей. Это правда, мои дорогие. Нет того, что вам бы помешало. Наоборот, пространство Вселенная вам попросту желает помочь, чтобы вы в корне изменили качество жизни. И десятка кубков говорит о теплом, уютном доме. Значит, кто-то из вас может улучшать свои жилищные условия. Может быть, переезд у кого-то как раз будет осуществлен. Кстати, или вы будете планировать, согласовывать, подписывать важные документы. Кто-то, возможно, даже без переезда будет, ну, что-то реструктурировать дома. Или вопросы семьи, какие-то вы будете с детьми решать. Но, безусловно, это карта счастья. И значит, больше позитивного. То, что вас радует в личной жизни. Но и от ваших приложенных усилий напрямую будет зависеть ваше счастье. Для всех, да, на кону посмотрите, что вас будет радовать. Смена статуса. И у кого-то это произойдет и по работе, и по деньгам, мои дорогие. По новым открывшимся перспективам, возможностям. Приложенные усилия окупаются сторицей. Помните об этом. На летний период. Никогда не, увы, не продлевается до бесконечности какой-то позитивный момент или период в нашей жизни, когда, ну, нам как благоволят высшие силы. И поэтому важно использовать это по максимуму. Мы говорим, жизнь наша, как волна морская, есть приливы и отливы. И если что-то откачнулось со знаком минус, как маятник, так, знаете, обязательно потом будет резонанс в сторону плюс. Но если сейчас идет где-то плюс, значит, надо понимать рационально, не случайно король мечей, что, возможно, потом тоже какие-то события, которые приходят даже извне. И мне вот в этот благоприятный период нужно успеть сделать как можно больше. Вот об этом во всем карты говорят. Изменение статуса и по карте императрица. Как для людей творческих. Это новое я. Это для всех вообще эта карта говорит. Это карта власти. Это новые возможности занять новую должность для вас, мои дорогие. И одновременно ведь эта карта дипломатии императрица умеет со всеми договориться. Это ваша сильная позиция. Где-то это ваша Венера. Мои дорогие весы. Поэтому, ну, что-то вам тут не упустить, как и по личной жизни, как и по деньгам, так и по своим чистолюбивым планам. И это все то, что вам помогает высшей силы, ангелы, вам помогают. И, наверное, призывают вас не застрять в какой-то замкнутой ситуации или в собственных табу, когда мы сами себе наделаем каких-то барьеров. Неожиданности. Могут быть паузы. Вот то, что я говорила. Может быть, это где-то в последующем. Или для вас будет важным какую-то прояснить ситуацию. Может быть, это у нас мечи. И иногда по этой карте нам говорят, как мы складываем оружие. Мы ни с кем не ссоримся. Мы не выясняем отношения. Мы принимаем то, что сложилось на данный период. Нет смысла что-то, ну, знаете, муссировать до бесконечности. С другой стороны, эта карта еще может говорить в неожиданностях. Есть вопросы, может быть, здоровья. Все же король мечей тоже выпадает. Когда вы должны прояснить какую-то ситуацию, попросту пройти обследование. Или когда еще карта может говорить, какая-то пауза. Вот как я сказала, не так быстро решаются вопросы, да, с документами. И тогда, с учетом восьмерки мечей, если что-то притормаживается, не нужно думать себе, создавать вот каких-то барьеров лишних. Ох, у меня не получится. Исключите вообще непозитивные мысли из своего сознания. Потому что они для вас будут сразу какие-то ограничения создавать. Все придет в свое время. И если даже какая-то есть небольшая пауза, это не значит, что успех отменяется. Это значит, что все идет своим чередом на кону ваше счастье, ваша самореализация, ваши собственные возможности, новое качество жизни, любовь, взаимопонимание, вдохновение, мои дорогие, и новые берега. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.